УЕР за более чем 20 лет существования прошел огромный путь от начинающей самодеятельной команды до культовой рок-группы не только в Туве, но и за ее пределами. Впервые во всеуслышании музыканту УЕРа заявили о себе в мае 1990 года, когда на военно-полевых сборах произошла встреча двух начинающих музыкальных групп из разных городских школ. А уже через три года они выпустили первый альбом. Все происходило еще в школьных годах, и мы собирались, играли песни Цоя, потом добавились, конечно, свои песни, Буяна, мои, и потихоньку, помаленьку мы записали наш первый альбом в 1993 году на студии ГТРК. И после этого пошло, поехало, и к нашему удивлению этот альбом стал очень популярен среди населения. Выход альбома под названием «Первый шаг» для музыкантов очень символичен. Сделав первый шаг, они стали знамениты на всю республику. Тогда еще малознакомый для жителей республики Тувинский рок стал для них путеводной звездой. Так, к концу 90-х группа выпускает свой третий альбом под названием «Козылы». Это 96-й год, был объявлен конкурс на создание песни на городе Козыли. Я проводился с Творческим союзом композиторов, когда он общий объединенный был, союз композиторов в республике Тувинский рок. Но, сколько я помню, это был Сергей Иванович Бодра, Владимир Сальтякович Токо и Карагат Очеролович Оржак. И вот в результате, в итоге конкурса мы тоже решили поучаствовать. И с Радиком вместе мы тогда учились на первом курсе, тогда было училище искусств, и сочинили вот эту песню, и представили на суд комиссии в таком акустическом варианте рояль, гитара. И в итоге, по итогам конкурса, насколько я помню, второе или третье место, не помню точно, мы получили и песню довольно так хорошо оценили. В ноябре этого года группа презентовала свой очередной новый альбом «Сен», куда входит и песня «Козылун». Эта композиция стала для жителей нашей республики одной из самых любимых песен и поистине завоевала тысячи сердец. Музыканты группы «УЕР» подключили молодых ребят из продакшн-компании «Ова-Медиа» к съемке клипа, и можно смело утверждать, что клип к этой песне станет визитной карточкой города. В первую очередь хочу поблагодарить группу «УЕР» за доверие. Действительно, песня не простая, а козыли. Мы держим ответственность перед жителями города, перед козылчанами. Сложно было снимать, наверное, придумать концепцию клипа. Было сложно снимать, потому что мы снимали в крышах разных городов. И идея подать, как будто целый козыл город, как большая сцена, где они играют. И, как говорит продюсер группы «Чингис Саргол», в преддверии Нового года они решили подарить свою песню столице нашей республики. «Решение было принято нами, как бы сказать, решили сначала, какой будем делать клип. Решили остановиться на песне козылом. Все-таки мы родились, росли в этом городе. Город нам дал очень много учебы, садик, школа и в дальнейшем все по жизни. Все, что связано с нашим развитием, это город козыл. И у нас, как бы, мы отдаем дань этому нашему любимому городу. И вот мы решили все вместе вот эту песню просто подарить». Как рассказал начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Мерген Макарь, теперь наша столица имеет свое музыкальное произведение, и это для нас большая честь. «Я бы в первую очередь хотел от лица нашего департамента, от лица мэрии города, сердечно поблагодарить нашу любимую группу за такой хороший подарок для всех наших горожан с наступающим Новым годом. Я бы отметил, что вот данная песня, она стала поистине народной для всех нас. Слова в этой песне мы знаем, и на всех концертах группы весь зал подпевает ее. По словам участников группы, Кызыл для нас является теплым домашним городом, в котором всегда светит солнце и куда хочется возвращаться из любого уголка мира. Уже завтра на телеканале СТС «Кызыл телесеть» и официальной странице ВКонтакте состоится премьера клипа «Кызылым». Чинчи Самбуга, Сергей Успенский, СТС «Кызыл телесеть». Премьера «Кызыл телесеть». Кызыл телесеть. Кызыл телесеть.